Продолжение следует... И по идее, вообще даже хоть одно семечко отделил, оно освобождает, да? Ну я же отделил. Но мудрецы, которые знали истинные мотивы, знали Рацион Ашем, они установили определенный шиур. Так наша мечта как раз-таки изучает, какой такой шиур, то есть сколько в итоге-то нужно отделять труму, какое количество. И написано в Мишне Шиур Трумак Дула, размер, который человек должен отделять трумы от своего урожая. Если он щедрый, у него такой добрый глаз, то есть с легкой барского плеча, он должен отделить одну сороковую. Это 2,5% от своего урожая. Бейт Шамай же говорит, Мишло Шим, одну тридцатую. То есть Бейт Шамай, он еще больше как бы увеличивает, да, одну тридцатую, ничего себе, да, чем одну сороковую. Да, Бейн, он не... Средничок же отделяет Хами Шим, как мы говорили всегда. То есть обычный объем трумы, которую нужно отделять, это 1,5, это ровно 2% от урожая. Я 100 апельсинов, вот 2 апельсина отделяю в труму. Зои, да, Танакама. Так считал Танакама. Но Бейт Шамай считал, что это Эхадме Арбаим. Одна сороковая. Ну понятно, да, то есть Бейт Шамай еще как бы на десятую часть более строгий. То есть если, да, и последняя Вараа, как бы человек, который у него такой, как сказать, скупой, скупой, да, человек, он отделяет Эхадме Шишим. Одну шестидесятую, да, от Бейт Шама, по мнению Бейт Шама это одна пятидесятая. Итак, в Иерусалимском Талмуде все эти размеры на самом деле взяли не из головы мудрецы, а, конечно же, базируют их на пасуках Торы. То есть, еще раз, сет какая получается. Средний человек по Танакаме, по мудрецам, должен отделять 1,5, 2%. По Бейт Шамаю, ну, Лахань не идет по Бейт Шамаю, это, соответственно, одна сороковая. Жадный отделяет 1,6, по Бейт Шамаю 1,5, а человек щедрый отделяет 1,4, а по Бейт Шамаю вообще 1,3, и это называется Трума. Человек, который отделил, он планировал отделить от души, планировал отделить хотя бы там среднее или даже Айня Фе, то есть щедро, но по факту смотрит, а отделил только 1,6 Трума, то это считается. И нет необходимости ему отделять снова, или добавлять что-то к своей Труме, отделил. Почему? Потому что все равно 1,6 подпадает под один из легитимных объемов, который ты должен отделять от Трумы. Пусть он и такой скуповатый, но он как бы легитимный. Либо 1,5, это средний вариант, 1,40, и 1,6. Отделил, отделил. Хазар, Восиев. Но если человек вернулся и добавил до 1,5 или до 1,40, надо еще помнить, что как-то мало отделил, несерьезно, 1,6, решил добавить. Тогда Хаябве Маасрод, он все равно будет обязан в отделении Маасера. От того, что он выделил. Потому что, несмотря на то, что Трума сама по себе, она свободна от десятины. То есть ты убираешь Труму, от остального отделяешь десятину. Сама Трума десятине не подлежит. Но, так как мы сказали, что первая 1,6 сработала, получается, в твоей добавке, на самом деле, в этой добавке, на нее не упало имя Трумы. А значит, она по-прежнему подлежит отделению десятины. Алая до мишишин в эхад. Если у него получилось мишишин в эхад. 1,61. Например, у него была 61 килограмм персиков, и он отделил 1 килограмм. Получается, у него 1,61 от урожая. То есть уже меньше, чем минимальный, самый скупой вариант, который мудрецы постановили. Трума... То, что он отделил, будет являться Трумой. Однако, в яхзор вейтром, кому чеу намут. Он просто должен добавить к этому еще. Адши ебе яхад, где чеура Трума, шеураги литром. Чтобы дойти до какого-то из трех вариантов. То есть все-таки добить он должен до 1,60, 50, 40, как он обычно отделяет. То есть они все легитимны. Человек может отделять и 1,60. Какой он шеимураги литром и ханмешим. И то, что он добавляет, добивает до размера, необходимо делать по размеру, по весу и по количеству. То есть он должен... Мы помните, учились с вами, что нельзя отмерять Труму специальными измерительными приборами. Нельзя это делать точно. Надо делать все-таки так, приблизительно. Не то, что приблизительно, а как бы немножко на глаз, ориентировочно. Но это касалось только самого начального, первого раза. У тебя есть там килограмм, а ты на глаз взял, отделил 2%. Нельзя приборами? Да, а когда... Потому что точно нельзя. В Торе не написано, точно нет шиура. Поэтому ты себе установишь, что ты должен это делать так. Так, он не 61%. О, расшай и гулитром. Например, он поэтому говорит просто, у тебя был 61 арбуз. И ты 1 отделил. Да, ты просто взял 1 отдел и получил 61. Расшай и гулитром. Но что касается, когда ты отделил меньше, чем минимальная планка... Там же по весу идут, а не штуками. Или штуками. Есть разные размеры. Какая правда? В чем правда? Вес или штук? Вот он говорит, что не надо ни весом, ни размером, ни количеством. Я могу тебе познакомиться. Что правда? В данном случае, я думаю, и так, и так нормально. То есть, как тебе удобно? Прикинь просто, 1 арбуз и нормально. Единственное, что... То, что мы сказали, что нельзя замерять точно, это касается только первого отделения трумы. А если ты отделил меньше 1,6, а потом добиваешь, ты можешь это взвешивать и замерять, как хочешь. Нет проблем. Раби Иуды же говорит, помните, мы говорили, что заповедь Минамуков, что отделять ты должен труму от того, что находится в непосредственной близости от того, что ты пытаешься освободить от трумы. То есть, что труму к долу, то есть нашу труму 2%, отделяют только от того, что непосредственной близости. То есть, из окружения. То есть, это все в одной груди. Так вот, Раби Иуды считает, что это Аллаха Минамуков. Тоже она касается только для первого, начального отделения трумы. Но если ты уже труму отделил, а теперь только добиваешь до определенного шиура, мы знаем, что по Торе ты, в принципе, один апельсин бросил, все нормально. Да? А, окей, надо делать, конечно, по мудрецам. Это Митсвад и Раббанан. Вот у нас сейчас Ханук. Митсвад и Раббанан очень важно. Да? Митсвад и Раббанан. Но когда ты уже добиваешь до определенного шиура, здесь уже нет этих строгостей. Да, Танакамы считает, что нет строгостей касательно запрета на замеры. Можно замерять. А Раби Иуды говорит, даже вот этот закон Минамуков, что нужно брать всегда. Да, нельзя пойти в один амбар и отделить за то, что у тебя находится в другом амбаре. Там, да, на другом поле. Так не делают. Да, в амбаре за амбар. Так он говорит, это тоже необязательно, говорит Раби Иуда. Если мы говорим про вот это вот добить до минимальной планки. Но Танакамы не соглашаются с Раби Иудой и говорит, что нет. Первый закон замерять действительно не нужно, но Минамуков все равно сохраняется. Нужно брать из ближайшего даже вот этот Тусефет, и Аллаха идет по Танакаме, как он говорит, не по Раби Иуде. Мы говорили о том, что ты сам тоже не обязан отделять Труму. Ты можешь назначить кого-то, сделать Шалехом, попросить кого-то другого. Как сказано в Торе, И вы также отделяете, вы также отделяете, вы приношение Всевышнему. Что значит Гамма-Тем, также вы. То есть вы, так же, как и ваши посланцы. И каким образом, как это работает, посвящена наша Мишна. Говорит Мишна. Человек говорит своему посланцу. Слушай, иди, говорит, отдели мне Труму. Вот у меня там урожай собрали, лежит груда арбузов. Иди разберись. Он должен отделять, но основании того, что хочет хозяин. То есть как хозяин любит, что он отделяет. Скупой он, щедрый он, или он средний. Вот какой хозяин, так он и должен отделять. Если, например, он знает, что хозяин обычно отделяет щедро, тогда пусть отделяет одну сороковую, как понятно, что называется щедро. Но если он знает, что он обычно скупой и отделяет одну шестидесятую, то пусть отделяет одну шестидесятую. А если знает, что он отделяет всегда среднюю, он как бы не туда, не туда, то пусть отделяет одну пятидесятую. Но если Шалех, Инойудеда, Атошарбалабайт, он первый день на работе, он понятия не имеет, а сколько обычно его хозяин отделяет, то ремка бейнунит. Тогда пусть выберет средний вариант. Да, не ошибется. Ихадмихамишим одну пятидесятую. Почему? Потому что мы в случаях сомнений идем по большинству. А большинство людей выбирают средний путь. Они выбирают, идут по одну пятидесятую. Пехета сара. Имутушалякшену йодэда. Тошельбарабайт. Рамакамшимимим цапух. Хететатрума. Если по своему усмотрению Шалех уменьшил на десятую часть то, что обычно дает хозяин. Например, хозяин дает пятидесятую. А Шалех не знал этого правила и отделил одну шестидесятую. Он думает, лучше меньше, чтобы меня не поругали, чем я сейчас пятидесятую. Взял минимум. Или наоборот, добавил десятину. Взял, отделил одну сороковую. Ладно, что вам жалко для трумы. Взял, сам отделил. Трума то, трума. И вот трума засчитывается. Почему? Потому что это все легитимные планки, которые установили мудрецы. И сороковая, и шестидесятая. То же сделано, сделано. Несмотря на то, что придет хозяин и скажет, ты что натворил? Я недоволен твоим выбором? Я так не делаю обычно. Добавь в столику. Не, он говорит, все сделано. Несмотря на то, что говорит хозяин. Дело понятно. Хозяин, будешь по три года назад забрать? Вот, говорит мечта. Потому что, ну, как это работает? Ты взял, получается, мое без спроса. Почему это сработало? Прикору хозяину говорит, я не согласен. Что меня позоришь? Я всегда даю одну сороковую коином. Ты зажал, отдал шестидесятую. Мне стыдно теперь. Или наоборот. Он говорит, ты отдал много. Я хотел отдать меньше. Как бы там ни было. Это сработало. Почему? Потому что всегда может сказать шалех. Извините, а я думал, вы щедрый. Извините, а я думал, вы... Я вас так понял. Я не знаю. Вы меня назначили шалехом? Я так о вас подумал. Им не ткавенну хосифа филу ахад. Но если шалех знал, сколько хозяин хочет. И что хозяин отделяет одну шестидесятую строго. И добавил по своему разумению. Пусть даже один апельсин. Чуть-чуть. Эйн трума, то трума. Вся его трума аннулируется. Это не работа шоуэль в Элотарамке до АТО. Потому что шальба лябай. Потому что он ослушался повеления хозяина. А значит, он перестал быть его посланником. Ждем посланник. Посланник, когда ты делаешь то, что я от тебя хочу. Если ты... Что с этой трумой потом бросаешь? Эйн трума, то трума. Просто обратно бросаешь это в ведро. Оно ничего. Ничего не сработало. Ни дбатла. То есть как бы посторонний человек пришел. И что-то копается в моих арбузах. Он не мой шалех. Как только он сделал что-то против моей воли. Он перестал быть моим шалехом. А значит, это как будто кто-то пришел. Что-то пытается с моими вещами делать. То, что он делает, вообще не имеет силы. А Рамма, понимание, не совсем так. Он говорит, что вот как была ситуация. И нашу мечту как нужно понимать. Что на самом деле Шалех хотел отделить 50-ю часть. Он сдал закон. Но у него не получилось. Опять, Виткин, мы говорим, что это как бы на глаз делается. Это очень легко может быть. А, получилась одна сороковая. Получилась одна шестидесятая. Тогда мы скажем, что трума то трума. Это большой объем. Пойди разберись. То есть, не намеренно. Но если он намеренно добавил на одну пятидесятую, на два процента, еще что-то. Даже если он добавил одну девяносто девятую. То есть, реально буквально один апельсин в грузовик докинул. Эн трума то трума. Тогда его трума не является трумой. Потому что, неважно, не в объеме дела, важно, ты ослушался, ты понимал, грубо говоря, да, что этого достаточно. Но ты решил добавить что-то еще от себя. Это уже труму аннулировали. Еще есть одно свойство. Есть, которое не добавил. Есть, которое хорошо даешься. А есть, которое еще не пренебрежнительно относится. Это, которое... А, фикс, кто его разберет сколько там? Это еще одно... Ни туда, ни сюда не находишься. Я думаю, как-то они считали достаточно четко, понимаешь? В грузовиках. Или в чем? У меня 30 КамАЗов. Окей, как бы все, два процента. Давай там треть, там горку. Они как-то очень хорошо прикидывали. А есть же люди, которые... Мне в какая разница сколько уйдет. Все, насыпал, напередал. Преображительно, преобнежительно. Ага. Зачем мне сейчас заниматься этим? Ну, все. Есть все такие. Да, не мало. Которое чужом добро, отношение такое... Он говорит, мы читаем каждый день в этом... Перед шаббатом читаем БММ Адликим. И там в Мишне написано, что нельзя отделять МАСЕР ОМАДОТ на глаз. Не отделяем десятину на глаз. Обратите внимание, в отличие от десятины, труму наоборот. Надо отделять на глаз. Да, какая разница? Окей, сегодняшние Мишнают были... Велилу Нишмат, Возвышение души, Хаймиосеф, Хазане, Бен Садок, Олег Бен Шалом, Шибетая Бен Ровен, Олан Мин Хана, Менаха, Муша, Бен Афтали, Херцка, Ребекка, Батакива, Аудами, Наоми, Авраам Бен Носеф, Нолами, Тамара, Авим, Оли, Рефер, Бен Йосеф, Нолами, Тамара, Акива, Бен Арон, Ану, Лан, Мин Ребекка, Наоби, Батьяков, Олами, Мирия, Мьяков, Бен Акива, Олами, Наоми, Сипор, Батмихран, Олами, Тамара, Хейми, Бен Несаг, Олами, Тамара, Галин, Батболзимир, Рав, Довид, Бен Вайс, Бен Мешей, Яков, Олами, Царасофия, Бен Царасофия, Бен Царасофия, Бен Мин Леви, Замин Марк, Бен Абдух, Бен Эзац, Элб, Кишиха, Бен Зейд, Брадх, Бен Знаете, Бат Авраам, Бен Царасофия, Бен Абдух, Бен Рез MARK, Абдух, Бен Царасофия, Бен Э toddler, Б в Mine хорошо салёмся в кард смотреть, Бен Сиропевский гон. Алик Давид Бен Айзек, Анулад Мин Броха. Перри, Бен, Исахардов, Бен, Бен, Шемая, Захар Мин Броха. Всемишаркоах, рад, что вы с нами. Спасибо. До завтра, всемшкоах, кольтов.